Нурсултан Назарбаев встретился с министром сельского хозяйства. Оскар Марзахметов доложил об основных показателях развития агропромышленного комплекса страны, итогах весеннеполевой кампании, а также подготовке к осенней уборке. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что важно увеличивать производительность труда в сельском хозяйстве, наращивать экспортный потенциал отрасли и повышать занятость сельского хозяйства. По словам главы ведомства, в этом году посевные площади превысили 21,5 миллион гектаров. Это существенно превысило прошлогодний уровень. Аграрные предприятия получили кредиты на общую сумму 60 миллиардов тенге. Обеспечено удешевление стоимости горюче-смазочных материалов для сельхозпроизводителей. По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений. Я доложил главе государства о работе министерства, в частности о подготовке к уборочной кампании и занятости на селе. Ранее президент дал поручение повысить производительность, используя все ресурсы фермерских хозяйств. Сегодня я также получил ряд поручений от главы государства в этом направлении. И сегодня же президент встретился с министром культуры и спорта и поручил усовершенствовать законодательство в сфере религии. Арсултан Азербайев подчеркнул, что ведомство должно эффективнее работать для обеспечения стабильности в этой области. По словам Арсултан Бека Мухаммеде Улло, работа по внесению системных изменений в законодательство о религиозной деятельности уже проводится. На встрече речь шла также о праздновании 25-летия независимости республики и подготовке спортсменов к предстоящей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Я хотел бы обсудить с вами несколько тем. Считаю, что некоторые подконтрольные министерства сферы работают хорошо, а вот по другим есть вопросы. Нужно поработать и в религиозной сфере, которая также касается деятельности министерства. Поэтому я хочу, чтобы вы доложили о проводимой вами работе. В сфере культуры мы сейчас проводим большую работу по концепции, утвержденной вами. 2016 год посвящен 25-летию независимости нашей страны. Уже прошло 115 таких мероприятий. Но наиболее знаковые и крупные запланированы на сентябрь, октябрь и декабрь. 56 международных конференций за рубежом прошло под знаком 25-летия независимости нашей страны. Нам еще предстоит провести 41 международную конференцию. Вместе с тем, выполняя ваши поручения, работаем мы в сфере религии. Совместно с коллегами сейчас предлагаем внести ряд изменений в законодательство. В их числе и задачи, поставленные вами на прошедшем недавно заседании Совета безопасности. Я докладывал об этом накануне на заседании правительства. Разумеется, во всей проводимой работе самое главное сейчас – дальнейшее совершенствование законодательства в сфере религии. Сегодня оцепили несколько кварталов Алматы. Силовики проводили обыск в съемной квартире Руслана Куликбаева, которая 18 июля открыла стрельбу в центре мегаполиса. Спецоперация началась в половине девятого утра и продолжалась два с половиной часа. В ее зоне оказались жилые кварталы, центральный рынок и кондитерская фабрика. Жильцов нескольких домов по улице Жебек-Жулоев эвакуировали в здание средней школы. Их накормили завтраком. Тем, кому понадобилось, оказали медпомощь. К происходящему алматинцы отнеслись с пониманием – паники не было. Сотрудниками полиции не исключалось, что в данном жилище наличие в квартире запрещенных предметов, в том числе представляющих угрозу для граждан. В целях проведения проверочных мероприятий были предприняты максимальные меры безопасности граждан. Это была произведена, осуществлена эвакуация жителей многоквартирного дома, отцеплена прилегающая территория. В ходе проверки в съемном жилище каких-либо запрещенных предметов не обнаружено. Несколько тысяч человек пришли на церемонию прощания с погибшими сотрудниками полиции в Алматы. Представители власти, стражи порядка и горожане проводили в последний путь героев, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга. Церемония прощания 42-летним Аяном Галеевым и подполковником полиции в отставке Ганину Римановым состоялась во дворце спорта имени Балуана Шулака. Аян Галеев сумел ранить и задержать преступника, и тем самым, вероятно, спас многих от гибели. А подполковник Ганину Риманов пытался остановить стрелка, будучи безоружным. Он был человеком с большой буквы, справедливым и ответственным. Сегодня мы провожаем его в последний путь. Он единственный сын у сестры. На наших глазах рос, учебу закончил. Хоть и вышел на пенсию, но погиб за спокойствие народа. Покинул нас навсегда. К новостям в мире. Четверо полицейских получили травмы в результате столкновений в ереванском квартале Саритах. Жилой район расположен напротив здания патрульно-постовой службы, где уже четвертые сутки группа вооруженных людей удерживает четверых заложников. Местные жители рассказывают, что после захвата здания власти и соображения безопасности отключили газ и воду. Возмущенные горожане потребовали разъяснений. В итоге произошла стычка со стражами порядка. Напомню, здание захватили утром 17 июля. При этом один офицер погиб, еще двое ранены. Преступники требуют освободить из тюрьмы одного из оппозиционных лидеров, но полиция отказывается это делать. В Ливии террористы сбили военный вертолет. Погибли два французских сотрудника спецназа, находившихся на борту. Ответственность за нападение взяли на себя боевики радикальной группировки бригады защиты Бенгази. Местные спецслужбы сообщают, что экстремисты обстреляли летательный аппарат из крупнокалиберных пулеметов. Напомню, в Ливии в конце марта приступило к работе новое правительство национального согласия. Оно надеется восстановить целостность страны, которая с момента свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи была на грани распада. Отдельные районы до сих пор контролируют Тегил. В Китае нашли оригинальный способ наказания неплательщиков штрафов. С недавнего времени фотографии и личные данные должников можно увидеть на огромных экранах во всех общественных местах страны. Насколько эта мера действенна, смотрите в следующем сюжете. Огромное электронное табло на центральном вокзале в Шанхай, как обычно, сообщают пассажирам о времени отправления и прибытия поездов. Однако с недавних пор у информационных стендов появилась еще одна функция – общественного порицания должников. Для борьбы с просроченными задолженностями китайские суды выносят решение о публичной демонстрации фотографий, номеров документов, адресов и сумм долга. Информация о 20 заемщиках и руководителях компаний, просрочивших платежи, возникает на мониторах каждые 10 минут. По-моему, это правильная тактика – позорить должников. Ведь они первыми нечестно поступили с другими. Они должны отвечать за свою нечестность. Экономический спад привел к возникновению изрядного числа частных лиц и компаний, не способных вернуть займы. По официальным данным, в конце мая совокупные долги составляли почти 300 миллиардов долларов. Реальные цифры говорят аналитики куда выше. Однако некоторые люди обеспокоены вторжением в личную жизнь людей, хотя и понимают мотивы такого решения. Раскрытие персональных данных, включая полные имена и публикация фотографий – неуважение к частной жизни. Я понимаю, что у судов могло не остаться иных способов решения проблемы. Возможно, это временная мера, и суды найдут более подходящие методы. Местные адвокаты считают, что неплательщики первыми нарушили общественные правила, поэтому говорить о вторжении в личное пространство не приходится. Во-первых, это он создал проблему и нарушил закон. Общество должно знать о его поведении, чтобы в дальнейшем не вести с ним бизнес и избегать контактов с нечестными людьми. Это напоминание и предупреждение. Кое-кто из тех, чьи данные появились на табло, сменили номера телефонов, адреса и исчезли. Власти обращаются к гражданам за помощью в поисках беглецов. Предыдущие попытки прибегнуть к подобной тактике результатов не дали. В стране изменят правила отбора кандидатов на службу в правоохранительные органы. Как сообщил министр по делам госслужбы, конкурс будет состоять из нескольких этапов. Это тестирование, оценка личностных качеств и собеседование, на котором проверят и физическую подготовку будущих полицейских. Новшества внедрят уже этой осенью. Это предусмотрено, во-первых, планом нации. И в рамках реализации плана нации этот процесс поэтапно будет происходить. Вот первый шаг – это стандартизация на входе, что они будут в основном по тем же правилам и требованиям, которые есть на государственной службе, заходить на правоохранительные службы. Сегодня на коллегии в Министерстве по делам госслужбы подвели итоги работы по реализации первой институциональной реформы. А на встречу сообщили, что за полгода антикоррупционная служба выявила свыше полутора тысяч преступлений. Из 29-ти миллиардного ущерба возмещено 8 миллиардов. Всего по республике привлекаются порядка 588 должностных лиц. Из них 11 руководителей республиканского, 39 областного, 79 городского и районных уровней. 16 акимов и их заместителей. Наиболее подверженными коррупцией являются акиматы, органы внутренних дел, Министерство сельского хозяйства, здравоохранения, квази-государственный сектор и Комитет государственных доходов. Далее информация о торгов на казахстанской фондовой бирже. Средний взвешенный курс доллара по результатам утренней и дневной сессии сегодня составил 339 тенге и 90 тинов. В работе рынка участвовали 25 трейдеров. Суммарный объем сделок превысил 68 миллионов долларов. Другим темам. 37 школ и детских садов отремонтируют в этом году в октябре. На эти цели из областного и республиканского бюджетов выделили почти миллиард тенге. Работа в самом разгаре. Ремонтируют канализацию, кровлю и фасады зданий, меняют окна. К ремонту привлекли и студентов отрядов Жасулель. За счет строительства школ решится вопрос трехсменного образования. Возводят объекты на средства из Нацфонда по программе Нур-Лыжол. В этом году закончатся три объекта школы. Это 18-я школа в поселке Кирпичный. Также закончится строительство в Нур-Сети, в новом районе. В этом районе у нас две школы. Каргалинская средняя школа и 53-я школа. Обе школы в трехсменном режиме работают. Поэтому здесь уже мы проблему закрываем. Также строительство идет в районе Заречни-3. В этом году на 1 сентября будет сдаваться. О погоде в ближайшие три дня на большей территории страны сохранятся кратковременные дожди и грозы. Понижение температуры, по прогнозам синоптиков, ожидается на западе. Там также возможны осадки на севере, востоке и в центре республики. Температура днем составит около 30 градусов. На юге и юго-востоке столбики термометров прогреются до 37 градусов. В Астане три дня ожидаем кратковременный дождь, гроза. Ночные температуры 12-14, дневные температуры 24-22 тепла. В Алма-Ата ожидается три дня кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-19, днем температура 29-31 тепла. И последнее. Мексиканские танцоры установили новый рекорд Гиннеса в категории «Самый массовый ритуальный танец». 260 человек в индейских костюмах собрались у древнего города Теотиокан и исполнили традиционный танец до испанской эпохи. Желающих было намного больше, но судьи допустили только наряженных. Отмечу, этот город считается одним из древнейших на американском континенте. Он основан около 2,5 тысяч лет назад и был центром древней торговли, культуры и архитектуры. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о нашей культуре и о том, что мы ее сохранили. Я сам занимаюсь традиционными танцами уже 25 лет. Это невероятное чувство, когда ты одеваешь эти красочные костюмы и окунаешься в историю своих предков. На этом пока все. Благодарю за внимание. И до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok